Асагату и Бесасах. Почти забытые казахские национальные игры вновь набирают популярность среди казлардинских школьников. На переменах между уроками все чаще детвора кидают кости. Такая разминка, считают педагоги, помогает отвлечь их от гаджетов и способствует физическому развитию. Райхан Тажибаева расскажет больше. Ловить асыки не хуже циркового жонглера Милана Цой научилась пять лет назад. Сейчас десятиклассница, опытный игрок в Бесасах, за плечами которого ни одно призовое место на региональных первенствах. Многие мои сверстницы проводят время за играми в интернете. Я же предпочитаю Бесасык. Игра не только интересная, она развивает меткость и ловкость рук. Я много тренируюсь, хочу завоевать победы на областных и республиканских состязаниях. Для Бесасык в школе оборудовали специальное помещение. Открыли кружок. Его посещают в основном девочки. Начинание преподаватели поддержали и родители школьниц. Родители довольны. В Бесасык играет все семьёй. Плюсов у игры много. Помимо физического развития и улучшения когнитивных функций ребёнка, укрепляются и отношения между детьми и их родителями. А вот популярность среди мальчиков набрала игра в Асахату. Правила её просты. Выставленные в ряд кости нужно выбить с определённого расстояния. Те, что выбиты, становятся добычей игрока. Ученики этой школы играют в Асахату даже на переменах. В настоящее время по Асахату проводятся чемпионаты Азии и международные турниры. Как национальный вид спорта он с каждым годом набирает популярность. Этой игре не важен рост спортсмена, его весовая категория и физические данные. В Асахату может играть каждый. В 2017 году национальная игра Асахату вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в Казахстане уже насчитывается свыше 70 тысяч профессиональных игроков.